Приветствую вас, Анна, ну, глобально отвечая на ваш вопрос, конечно, заработать с личными границами, в первую очередь, вот, это умение говорить нет, это умение выстраивать барьеры, это умение не цепло сюда, то есть вам не принадлежит, то есть это вот грамотная такая установка фильтров, да, вот, ну, грамотная установка фильтров, я бы сказал. И, соответственно, наверное, более такие четкие, более полные, устойчивые, более устойчивые представления о себе у вас, как это, этого сейчас нет, этого сейчас нет. Дальше, значит, смотрите, угроза, да, угроза, вы боитесь, соответственно, здесь, опять же, чего вы боитесь, это не решенность, это вот, вся та же проблема с личными границами. Далее, вы пишите, что было на силе, значит, серьезно, это проблема. Вот здесь и, конечно же, браму нужно помочь вам пережить, вот, вне всякого сомнения, нужно помочь вам пережить браму, потому что это будет вам мешать. Например, это мешает тем, что вы, ну, допустим, очень плохо, значит, тяжело. Болезненно. А, кстати, вы, ну, в близость, в близость, да, то есть, вот, с близостью вас, здесь могут быть серьезные проблемы. Вот, поэтому, с близостью тоже, с возможностью сблющаться нужно браму, но, в первую очередь, конечно, это вот, драма. А вот, драматичность. А вот, драматичность. Драматичность. Что, например, можно открыть для себя какие-то новых игр. Дальше, я никому об этом, никого не рассказывал. Здесь число стыда, в первую очередь, к моему большому сожалению. Здесь у вас наблюдается число стыда, то есть вы стыдитесь. Вопрос, конечно, в том, почему вы стыдитесь, и сайт чего вы стыдитесь. Вашей ответственности, что там нет, и стыдиться виднейшего. Но вы стыдитесь, опять же, вероятно, по той причине, что чувствуете себя неожиданной. Вот, соответственно, нужно этот момент поисследовать, да? Вот как конкретно проявляется то, что вы себя не чувствуете, защищённой. Из чего произрастает стыд? Вы пишите, потом было много всего, но в каком контексте потом было много всего, непонятно. сейчас снова живу с братом и требует от меня выполнять бытовые проблемы, но тогда, когда бытовые просьбы, но тогда, когда ему надо. Что вы имеете под бытовыми просьбами? Ну, вот, и как вы оказались с братом, опять же? Вот. Наш сверху сейчас нет возможности, почему-то не получается спать до конца, когда опишу на него заявление. Мне его жалко, наверное. Но как с него почувствовать себя дома спокойно. Ну, жизнь, мне кажется, имеет место быть некоторая созависимость. Вот. Про созависимость почитайте, пожалуйста, потому что в интернете. Это есть, чем в интернете, это есть. Вот. Пожалуйста. Я думаю, вам станет несколько более понятно, о чем идет речь. Вот. Ну, сейчас мне представляется эта история такое, что вы боитесь, что с братом что-то будет, вы боитесь от сами не справитесь в этой ситуации, от чего вы, как мне кажется, боитесь. Вот. И, соответственно, боясь остаться на и, вот, как бы защищаетесь через жало. Вот. Я думаю так, потому что, ну, вряд ли вы доверяете себе. То есть, я не думаю, что у вас, у вас есть, вот, в полной мере доверяем себе. Вот. А у нас вам нужен кто-то, вот, кто мог бы вас ограничить, кто мог бы, ну, кто мог бы дать вам, вот, значит, те самые границы, которые вы не можете дать, ну, сами себе. Вот. Так это видится у меня, по крайней мере. Ну, вот такой мне видится эта история, такой мне видится эта ситуация. Вот. Потому что человеку, у которого с лишними границами проблемы, он хочет, чтобы его ограничивали извне, потому что себе такой человек не доверяет, вот. Ага. Дальше. Идём, идём. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста. Психологи не советуют. Психологи помогают разобраться в себе. Не хочу возлагать на него ответственность за своё состояние, потому что ПТСР у меня такой разъяснил после определённых действий. Вы правы в том, что на него возлагать ответственность не нужно, ответственность не все делает, но, ладно, человеку отвезти соответствующее место, а вам выработать отношение к тому, чем вы занимались. То есть, опять же, если у вас развился как вы говорите ПТСР, то есть ещё нужно диагностировать, что у вас есть. Я так понимаю, что диагнозы у вас нет до сих пор. Вот. Значит, то вы себя, опять же, пересиливали. Для чего-то, да? Зачем так сказать? Вы себя пересиливали. Все делали это против, ну, против своей воли, против себя, и вот, важно понять, зачем. Важно понять, зачем и для чего вы это сделали, да? Вот. А так, в принципе, вы верно говорите, что не нужно возлагать. Все ответственность на вашего брата. Это правильно. Правда. Это верно. Вы говорите. Дальше. Ну, на этом фоне к нему негативные чувства возникают. Ну, это нормально. Нормально. Вот. И давайте для начала, Анна, вы сформулируете свой запрос к нам. А дальше уже будет понятно, как и чем мы можем вам помочь. В этом все. Надеюсь, что помог вам. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.